Когда происходит банкротство физических лиц, финансовый управляющий – ключевой участник данного процесса. При этом физлицо обязано выбрать саморегулируемую организацию, из которой будет назначен финансовый управляющий заранее, еще до обращения с заявлением в суд. Сведения об управляющих и саморегулируемых организациях можно получить на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Выбранное СРО и кандидатуру утверждает арбитражный суд. Финансовый управляющий по банкротству должен иметь российское гражданство, быть членом одной из саморегулируемых организаций. Для членства в СРО финансовый управляющий должен соответствовать следующим требованиям. Наличие высшего образования, стаж руководящей работы не менее года, в течение двух лет пройти стажировку как помощник финансового управляющего и быть аттестованным по программе арбитражный управляющий банкротства. Также должно быть отсутствие судимости и дисквалификации в своей профобласти. Арбитражный управляющий не должен быть исключенным из СРО в течение трех лет до подачи заявления. Помимо перечисленного, финансовый управляющий обязан иметь действующий договор обязательного страхования своей ответственности на случай причинения ущерба участникам процедуры банкротства. Финансовый управляющий является ключевой фигурой процедуры банкротства, поскольку контролирует все финансовые инструменты, связанные с должником. Он вправе запрашивать сведения о счетах должника, замораживать их, а также контролировать денежные поступления. Со своей стороны, должник обязан сотрудничать со своим финансовым управляющим по всем связанным с процессом банкротства вопросам. С целью взаимодействия с судом финансовый управляющий предоставляет последнему отчеты о проделанной работе по утвержденной форме и ходатайствует о проведении тех или иных действий в рамках дела о банкротстве. Главная задача финуправляющего – провести всесторонний аудит всего имущества должника с целью погашения задолженности перед кредиторами. Также любая попытка сокрытия информации или имущества с его стороны может быть рассмотрена как мошенничество. Финуправляющий обязан провести аудит финансового положения задолжавшего лица, выявить и обеспечить сохранность имущества последнего, а также немедленно сообщить об обнаруженных признаках фиктивного банкротства. Обязан составить список кредиторов, организовывать и проводить собрания, регулярно информируя их о ходе дела, с их участием принимать решения о судьбе дела, ходатайствовать перед судом о начале реализации имущества должника. И более того, в течение трех лет после банкротства банкрот обязан согласовывать с арбитражным управляющим все свои крупные сделки. При подаче заявления о банкротстве в нем также указывается 100 СРО, откуда заявитель хотел бы пригласить финансового управляющего. При принятии заявления суд обращается в СРО по поводу конкретной кандидатуры. Как правило, это уже заранее выбранное и согласованное с должником лицо. Если данное лицо выражает свое согласие, то СРО информирует об этом суд, а суд, соответственно, рассматривает и утверждает предложенную кандидатуру. Важный нюанс. Финуправляющий имеет право отклонить свою кандидатуру по любой причине. Величина вознаграждения управляющего определена законом, и финансовый управляющий не имеет права претендовать на что-либо сверх этого. На сегодня этот размер – 25 тысяч рублей за каждую из процедур банкротства, мировое соглашение, реструктуризация и реализация имущества должника. Также вознаграждение может быть увеличено в случае исполнения плана реструктуризации задолженности до 7% от удовлетворенных требований кредиторов и 7% от суммы, полученной при реализации имущества должника и суммы недействительных сделок. Как правило, жалобы подаются в рассматривающий данное дело арбитражный суд. Разберем ситуации, когда возможна смена арбитражного управляющего. По личной инициативе самого управляющего, по решению собрания кредиторов, по жалобе участника процедуры банкротства, либо по запросу СРО. Смена управляющего – достаточно болезненный процесс, особенно если это происходит по инициативе управляющего и в середине процедуры банкротства. Оно может занимать до 3 лет, поэтому физлицам перед выбором управляющего обязательно рекомендуется узнать, насколько часто то или иное лицо отказывалось от ведения подобных дел. Как уже упоминалось ранее, сделать это можно на ресурсе банкротфедресурс.ру, то есть в реестре арбитражных управляющих. В связи с высокой сложностью процедуры банкротства физического лица рекомендуем вам обращаться за рассмотрением подобных споров к профессионалам. Наши специалисты помогут вам быстро и грамотно разрешить подобный спор в арбитражном суде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова